В целях разъяснения нынешнего послания президента народу страны в районах области действует 11 информационных групп. В Таразе их количество составляет 10, куда вошло 130 человек. Подведение итогов работы по разъяснению послания «Новый Казахстан» путь обновления и модернизации состоялась на встрече под председательством Акима области Берзебека Сапарбаева. 16 марта глава государства выступил с очередным посланием народу Казахстана. С экранов телевизоров за президентом следили тысячи жителей региона. К разъяснению основных его направлений приступили в Жамбылской области. Приоритетные направления освещаются средствами массовых информаций региона. Руководитель областного управления внутренней политики высказал ряд предложений, которые, по его мнению, позволят проводить информационную работу качественно. Алмаз Садубаев считает, что в составе групп должны быть Аким города и Акимы районов, а также члены Советов ветеранов и партии Аманат. При содействии профсоюзных организаций необходимо проводить круглые столы и встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций. Также важно привлекать экспертов общественных объединений для проведения раздельной работы в воинских частях и справедливых учреждениях. Проводимые мероприятия должны освещаться в социальных сетях и средствах массовой информации. В свою очередь Аким Жамбулской области считает, что встречи с населением должны быть открытыми. Он отметил необходимость прислушиваться к мнению народа. Некоторые населенные пункты еще не посещали. Туда необходимо ехать. Объявления должны размещаться заблаговременно, чтобы люди знали, где и когда будет проводиться встреча с членами информационно-раздельных групп. Акимы районов должны следить за тем, чтобы не было никаких ограничений. Участвовать могут все желающие. Пускать одного и не пускать другого так нельзя. Разъяснение послания должно быть открытым. Стоит отметить, что даты и время проведения информационно-разъяснительных встреч в районах области будут публиковаться на страницах печатных изданий и в социальных сетях. Риналь Рахматурин, Руслан Сандыбаев, Жамбул Ньюс.